Обновленный фасад, утепленная крыша, новые окна, отопление и канализация. Все это теперь могут увидеть и ощутить жители Одесского городского центра социальной реабилитации и адаптации бездомных. Там провели капитальный ремонт. Для Одессы это действительно очень большой шаг, ведь этот центр единственный в нашем городе, где бездомных в буквальном смысле слова возвращают к полноценной жизни. Нам попадают люди, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, где-то связано это с криминалом, потеряли квартиры с аферизмом, то есть людей обманули. Кто-то по своему характеру оказался в этой ситуации, кого-то, наверное, друзья позвали, скажем так, в кавычках, ну и человек, который оказался на улице, приходит к нам за помощью. Любой бездомный может прийти в центр. После небольшого медицинского обследования и регистрации его примут в свою семью. Насильно забирать никого не собираются, однако иногда работники центра посещают места наибольшего скопления бездомных и предлагают им помощь. Человек приходит к нам, получая сразу это обитание, одежду, душ, койко-место. Это то самое необходимое для того, чтобы человек вышел с той среды, с которой он к нам пришел и начал восстанавливаться и возвращаться в социум. Многие из постояльцев центра бродяжничали не один год и адаптироваться к новому образу жизни им очень сложно. Именно поэтому в центре специально работают социальные работники, психологи и юрист-консультанты. В среднем реабилитация проходит 90 дней. Дальше происходит работа в то же время и по восстановлению документов. Если это молодой человек, восстановление документов, регистрация и направление его в центр занятости для того, чтобы человек мог получить работу. Если это человек пенсионного возраста, восстановление документов, восстановление пенсии, если надо инвалидности. Одна из самых главных задач центра – это не быть местом, где бездомные смогут жить до конца своих дней, а наоборот стать точкой отправления на пути к полному выздоровлению. Мы должны стать транзитным таким местом. Значит, человек приходит к нам, получает тот весь комплекс услуг и идет дальше, то есть уже возвращается в социум полноценным гражданином. К сожалению, центр, рассчитанный на 94 человека, никогда не бывает пустым. Особенно зимой. Многие из его выпускников возвращаются к нормальной жизни, восстанавливают родственные связи. Однако число бездомных в городе меньше не становится. Вот и получается. За следствие проблемы взялись, а за саму проблему нет.